Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ней в различные андроид-игрушки, и сегодня мы вернёмся с вами в день R. Прочтите об изменениях радиа... А, да, у нас, кстати, новое обновление, версия 6.7.1, и давайте прочитаем изменения. Прочтите об изменениях радиации, поиска воды, нажав на кнопку со знаком вопроса. Изменения поиска воды радиации, серьёзно? Это праздничное событие, Хиллоун, так, но это меня не интересует, я не играю в онлайне. Изменения системы радиации, поиска? Блин, полная жопа. Видимо, игра вообще полностью поменялась, сейчас посмотрим, как всё работает. Изменения чистки воды, гадость, добавлены новые виды мяса, интересно. Добавлены схемы новых предметов на уровень 5, так, так, так. Изменена система погоды, окей. Добавлены показатели прочности противогаза и транспорта, как я понимаю, на основном экране. Добавлено предупреждение о низкой прочности брони. Окей, понял. Добавлена новая музыка, переработаны звуки, изменена смена ника в онлайн-режиме. Но онлайн-режим меня особо не беспокоит. Так, почему я оказался в городе? Объясните мне, пожалуйста. Я в каком-то устькуте, где я вообще нахожусь? И почему я именно в самом городе? Неужели я закончил серию в прошлый раз в городе? Что-то я думаю... И что-то я сомневаюсь насчёт этого. Что я прям в доме закончил в городе. Ну ладно, типа, окей, наверное. А чё у нас по квестам? Бензогенератор необходимой предметы. А, ну это надо, типа, за награды вернуться. Ну это-то понятно, это... Смотреть на карте, где это ещё находится. Ну да-да, всего каких-то 1300 километров, действительно. Так, насчёт питомца. Давайте мы его покормим, во-первых. Пусть жрёт. А где музыка? Почему она такая тихая, и её так мало? Так, а есть тут настройки вообще? Так, что новая статистика? Ультра, звук и музыка не регулируются. Ну, я и на ультре оставлю, я думаю, пожалуй. А, давайте я тогда сделаю погромче вот таким образом. Потому что чё-то музыка стала вообще тихой. У меня здесь палатка ещё стоит. Это что такое? Система поиска новая. То есть есть шансы теперь чё-либо добыть. Нету 100% вероятности найти какой-нибудь излута! Отстой! Ой, господи, за что? И у меня плюс три радиации. Откуда нафиг? У меня же химзащита. Сопротивление радиации пять единиц. Какого чёрта? Где вообще броня? Почему у меня такая большая... Так, сопротивление радиации одна единица. Сопротивление радиации три. Две единицы. Пять единиц. А железная броня три даёт. А есть что-нибудь посильнее? Блин, этот костюм мне так нравился из-за своего сопротивляемости. А теперь у меня плюс три радиации будет. Или они переработали систему радиации. Прочность противогаза 21%. Это понятно. Это у нас... Аааа! Даже так! Минус 50 радиации вино сносит. Видимо, они тоже поменяли это полностью. А при каком уровне радиации я буду уже страдать? Вот мне это интересует. Я не могу нажать на радиацию и посмотреть памятку. Ну, типа, ладно, окей. Вопрос только, где я нафиг появился? Почему я появился здесь? Я же вроде бы дальше куда-то уходил, разве нет? Или же я... Да не мог я здесь закончить, прямо в здании? И почему-то у меня показывается, что я не останавливался рядом с этими городами. Может быть, так и есть, конечно. Ну, ладно. Давайте, короче, тогда... Блин, как играть вообще сейчас? В игру как играть? Я не понимаю половина, что происходит. Так. Во-первых, давайте посмотрим, что у нас там с ремонтом вещей. Так, ну, ремонт вроде бы точно так же, да, организован. Можно еще раз посмотреть систему обновления? Вопрос. Здоровье... А, вот. Вода, радиация. Так, насчет воды. Вода необходима для поддержания жизни. Если она опустится до нуля, вы начнете терять здоровье, вода важнее еды. Грязную воду можно брать в кратерах, городах, также на берегах рек, озер и болот. То же самое. Но ее необходимо очистить перед использованием. Для очистки потребуется создать фильтр. Постарайтесь всегда держать запас фильтров для воды. То есть, теперь необходим фильтр, да? Как я понимаю. Это что за хрень? Одуванчиковый чай. А это что такое? Дубинка с гвоздями. Забавно. А, вот фильтры, да? Нужен уголь, нужен кремний и... А сколько может один фильтр зачистить бутылок воды? Если одну, то это вообще капец как мало. Ну ладно, окей, будем иметь ввиду. У нас есть хотя бы вода-то чистая? Да, дофига. Пока можно забить на эту тему. Так, собственно, мы можем обыскать сейчас этот дом и попробовать найти всякие штуки. Так, хорошо. Я обыскал три трупа, нашел. И самое главное, нашел мыло здесь. Блин, ну здесь сейчас все поменено. Придется все абсолютно привыкать к лутингу новому. Так, давайте зайдем в этот дом. Здесь у нас можно найти нитки, труп, сухари и кофе. Так, ну три трупа я нашел. Блин, ну это же система поиска изменена. Это, конечно, не очень приятно. Ну да ладно, давайте зайдем еще сюда. Здесь я вроде так же не был. Трупа я нашел. И, к сожалению, овощей я не нашел. Ага, на совершенное нападение двух медведей. Так, я могу здесь свалить спокойно? Они же не опасные. Да, они маленькие. Маленькая у них скорость передвижения. О, новые звуки оружия. Так, давайте мы свалим просто. Я не хочу с ними сражаться. Просто валим отсюда. Ну почему такие тихие звуки стали, а? Давайте мы здесь заберем гильзы. Обычьим труп обязательно. У вас спички есть. Блин, а что так тихо сейчас? Музыка не очень громкая. Может мне еще добавить? Громкости. Ой, как громко, нет. Это явно плохая идея. Так, посмотрим, что в этом доме. Можно найти бутылку воды. А почему такая маленькая шанс на бутылку воды? И будут ли новые перки с... Я тупо в чуваке нашел то, что я мог найти на локации. Окей. Так, здесь у нас, собственно, такая... Такой лут находится. Есть... Да нифига я не нашел, короче. А уже в залутанных местах... Да, я не могу уже лутать. Давайте мы еще сбегаем тогда сюда. А прикиньте... Ага. 15% энергии треб... Почему я хочу есть и пить? Так, давайте я сожру эту шнягу. Еще бы хотелось попить воды. Пять энергии. То есть еще требуется энергия теперь для того, чтобы, блин, ломать эту шнягу, да? Ой, задница-то какая. Ну ладно, ломом. Офигеть, теперь энергия требуется реально, чтобы ломать эти штуки. Это же вообще задница. Они усложнили игру еще сильнее. Какого черта? Так, сюда-сюда. До свидания. Я пошел спать. Блин, я целый день лутался, конечно. Ну давайте мы разожжем костерок, что ли? 15 минут. И я хотел бы поспать, наверное, все-таки. Да, придется спать долго. Ну а что поделаешь? Теперь реально, короче... Блин, вот... Конечно, с взломом они намудрили, мне кажется. Не стоило так делать. Хотя фиг его знает. Ну, конечно, нападение. Как только я вышел из... Теперь нападения будут еще чаще, вы хотите сказать? Или что вообще? Да твою мать, ладно, срать. До свидания. Завершить. Ну, конечно, конечно, опять же. Что здесь можно вообще найти? Для чего это взламываю? Руками? Ломиком 5% всего энергии я потрачу. Ну, 5 энергии просто. Я даже не могу посмотреть, что тут лежит, пока я не взломаю место. Ну, офигенно. Окей. Что у нас здесь? Тушенка. Можно целую кастрюлю найти, в принципе. И трупы есть. Давайте мы обыщем этого чувачка. Заберем сахар, тушеночку, сигаретки. Куда мне еще можно выдвинуться теперь? Вот сюда. Последняя, в принципе, локация, которую я могу залтать. Вот что они сделали, что теперь нападение чаще происходит? Вот зачем это? И так-то было сложно. Сейчас еще будет сложнее. Так, патрон я заберу. Все, до свидания. Я поехал отсюда. Господи, какой громкий транспорт, конечно. Сама музыка, блин, такая тихая. И никак ты ее не врубишь, чтобы она была. Может, если я перезапущу игру после обновы, у меня звук восстановится? То есть, музыка добавится? Потому что без музыки что-то как-то печально. Ну, типа, музыка снова появилась. Но она тихая. Она, знаете, вот такой вот маленький звук возникает. Немножко мелодии. Затем снова заканчивается. У нас 162 литра бензина, 81 прочность автомобиля и 14% прочность противогаза. Так, кстати, по противогазу. У меня запасной уже заряжен. Замечательно. Так, складываем, собственно, палатку. Блин, надо было поспать сначала. Ну, ладно. Я могу без палатки поспать, если что. Куда мы выдвинемся с вами дальше? Говорят, нам придется через реки ехать. Но я хочу, наверное, поехать вот так вот через горы. Блин, там надо будет подгрузить локацию, окей. О, теперь можно дальше локации проматывать. Не, нифига. Хотя нет, чуть-чуть дальше, да, действительно. Немножечко подальше можно проматывать, но здесь будет тупик, как я понимаю. Но нам придется ехать вот через всю эту задницу, через горы и так далее. А вот сейчас музыка слишком громкая. Так, давайте мы перекусим, наверное. Я бы хотел съесть вот эту штуку. Блин, радиация сейчас сильнее, конечно, добавляется, скажем так. И мы выдвинемся с вами, получается, через горы. Через горы. Блин, так не привык я еще к этому новому интерфейсу, на самом деле. Но сюда в Звездный нам не попасть. Да и не надо нам туда, в принципе. Нам надо через горы ехать наверх в тот город. Я надеюсь, у меня не закончится по пути. Кстати, насчет тачки. Я могу и ремонтировать? Да, у меня есть пока запчасти, окей. Не знаю, как он по горам будет передвигаться, наш транспорт. Давайте мы немножко все-таки обойти горы попытаемся. По максималочке. Потому что я не знаю, как сильно портится машина в городе. Ой, в горах. Так, у нас здесь есть, собственно, домик. Давайте мы хотя бы домик один залутаем. Так, ну конечно, я нахожу только самое бесполезное, по сути. Так, это мне не надо, это я заберу. Свинцовые пули оставьте себе, а я пойду ночевать в лес. Ну конечно, конечно, а как же без этого-то? Еще самый неприятный противник, на самом деле. Насколько он ходит вообще? На два. А, ну тогда он меня не особо беспокоит. Я смогу свалить легко. Завалим собаку, ну или попытаемся, по крайней мере. Нажмем конец хода. Эту собачку мы проведем сюда и постараемся... Ага, я не могу провоцировать. Ну ладно, тогда просто конец хода. Чувак в меня не попадет и не сможет выстрелить из снайперки. Блин, ну хватит тратить патроны на собак. Ну ты достал. Да серьезно? Как ты вообще меня здесь-то достал? А как она перешагнула через другую собаку? Да ты задрал, ну серьезно? Окей, я тогда просто сваливаю. Блин, два удара получил по броне просто из-за одной собаки, которая почему-то умеет перепрыгивать через других собак. Так, у нас сейчас 19. Я выдвигался в лес, чтобы развести там костерок. И, собственно, да. Ну блин, почему одни звуки громкие, другие звуки тихие? Это очень неудобно сделано на самом деле. И мне бы хотелось разблокировать, наверное, все-таки за 0 баксов, кстати. Тогда, конечно, разблокируем. Так, это 1 стоит. Это у нас одуванчиковый чай. Он дает минус радиацию, кстати. Я думаю, это тоже стоит разблокировать на всякий случай. Мало ли, потом в будущем пригодится. Плюс 100 энергии. Это минус 60 радиации. Да нет, одуванчиковый чай вообще имба, вы чё? Так, может есть какие-то еще рецепты новые? Нет, вроде ничего нету. Я хотел бы скрафтить себе эту штуку. Мне нужна еще одна резиновая прокладка и найти эту машину. Плюс 2 аккумулятора. Зачем ему 2 аккумулятора? Объясните мне. Окей. Так, собственно, я хотел поспать просто. Можно мне поспать... Да, наверное... Да, надо починить сначала вещи, конечно же. Так, еще можно починить наш ВАЗ. ВАЗ-2101. Так, как поживает рюкзак? Да, рюкзак тоже починим. Окей. Хорошо. В принципе, на это потратили мы некоторое время. Силы. Попьем водички перед сном. И, думаю, будем ложиться подрыхивать. Проснемся где-то в 4.30, наверное. Я же до 4.30 обычно спал или до скольки? Я уже забыл, на самом деле. Так, 4.30. Свет 50. Заморозки. Затраты еды. Закончить через 5 дней. Окей. Заморозки, конечно, это не очень приятно. Так, зайдем, собственно, в гастроном. О, нифига себе здесь шансы, конечно, лут. Вообще классно. Я все нашел. И вино нашел. Вообще туповая тема. Вот сейчас музыка пропала. И звуки игры тоже пропали. Иногда такие затишья. И громкость двигателя обычно слишком высокая. Так, надо еще обыскать здесь все. А тушенку обязательно возьмем. Рис возьмем. Потому что у нас сейчас будет бензин кончаться. И... Надо будет как-то восстанавливать его. Так, сюда давай. А можно как-то увеличить шансы на поиски чего-либо теперь? Было бы неплохо, на самом деле. Ну, а прям вообще по-другому стала игра играться. Как я понимаю, из-за поиска. Так, у нас здесь 13. Посмотрим, что здесь есть. Ну, конечно, конечно. Да, давай. У меня, кстати, бомб нету, как он показывает, видимо. Надо будет скрафтить. Дайте колы, пожалуйста. Ну, да, конечно, ни батарейки, ни колы. Вот тебе сухари и трупы. Все, и успокойся. Хоть там больше 50%, но нас это не волнует, как бы. Говорит нам игра. Так, ладно, до свидания тогда. Я, пожалуй, отойду сюда. Они меня никогда в жизни не догонят. Просто ждем. Ну, хватит уже стрелять в них. Ты задрал, чувак, реально. Так, давайте свалим отсюда. А вот сейчас слишком тихо. Опять же, нужно постоянно регулировать громкость. То есть, одни звуки слишком тихие, другие слишком громкие. Это не очень приятно. Ну, водку я нашел. Окей, типа, правда, зачем она мне? Сюда, поехали. Здесь у нас есть, кстати, то, что нам надо. Это УАЗик. Но, к сожалению, мне он пока не нужен. Я могу слить немного топлика с него. А что вот здесь можно теперь найти? Надо посмотреть. А, ну здесь 100%, только не 100% консервной банки. Так, следующая наша точка назначения. Давайте примерно подгадаем. О, в Керенске есть нормальное количество этого лута. Кстати, как только подберемся отсюда, надо будет загрузить карту. Пока что двигаем с вами куда-нибудь сюда. Так, секунду, я поем. Я хочу, наверное, вот эту штуку применить. Заодно избавляемся от радиации. Блин, радиация очень быстро настейкивается теперь. Даже антирадиационный костюм не помогает. Хотя, по сути, должен, скотина. Но, теперь он стал хуже работать. М-да. Давайте я разведу здесь костер. Я хочу костер. Блин, он такой имбовый был. Я понимаю, что его надо было нерфить. Но, блин, но за что? Почему именно сейчас? Ладно. Вот бы чуть позже, когда у меня уже было бы, знаете, вообще все для выживания. Тогда бы я... Любые обновления новые было бы замечательно в этом разбираться. Но никогда, по сути, ты еще чего-то не достиг. И тут на тебя наваливается вот это вот все. Так, я бы хотел добычу дров. Интересно, радиация сама вообще пропадает теперь? Надо посмотреть, кстати, памятку. Я еще про радиацию не читал. Радиация накапливается при нахождении в радиоактивных зонах. Число снизу обозначает, сколько радиации вы получаете в этой зоне за 1 час. Если значение радиации превысит 100, то вы получите легкую лучевую болезнь. Если она станет хуже, если радиация превысит 200 и 300. От радиации защищает надетая маска и одежда. Защита от радиации работает напрямую. Если радиация в зоне 3 единицы, а ваша защита 1 единица, вы будете получать 2 радиации в час. Окей. А понизить радиацию можно при помощи алкоголя, чая и R-190 и других предметов, отмеченным соответствующим значком. Ага, то есть 100 не надо накапливать. Хорошо, что я это сейчас прочитал, а то потом я забыл бы об этом. То есть вот запустим радиация, да, сопротивление 5. И еще получается моя броня дает 5 сопротивления радиации, да. То есть в итоге 10. А радиация в зоне здесь 3. Почему? Как бы я не получаю 100% сопротивление радиации тогда. Короче, странно как-то это работает. Но давайте пока спать не будем. Я бы хотел еще штурмануть бандосов. Да. Я думаю, я с ними справлюсь. Так, оставляем все, что у нас есть. Начать. А-а-а! Они переработали эту локацию, значит. Я могу из РПК по тебе шмальнуть здесь? Нет, я не попаду. А, и снайперки? И снайперки могу. Давайте мы тогда займем позицию рядом с деревьями. И я бы шмальнул в него и снайперки. Да, 100% попадание. Держи, братан. Конец хода. Они переделали локацию, чтобы перестали фармить люди. Вот зачем вы правите вот эти штуки? И это мне не нравится реально. Так, они что-то там обходят. Чувак, что с тобой не так? Ну ладно, типа, труп. Окей. Типа, как хочешь умереть, умирай. Мне-то чё? Они умнее стали, что ли? Они сейчас выходить не будут или чё вообще? Не, они будут выходить, окей. Давай иди за ним сразу. Э-э-э, не хочет идти. Я могу, он находится в зоне действия РПК. У него, видимо, маленький радиус его дробовика. Я могу, собственно, из РПК сейчас просто расстрелять. А могу расстрелять, допустим, из калаша. Но из РПК дешевле по патронам выйдет, поэтому окей. Всё, конец хода. Давай, сейчас второй пусть подойдёт. Э-э-э, скорее всего, он меня выстрелит сейчас, потому что арбалет, я думаю, дальше стреляет. Не, нифига не стреляет. Ну ладно, тогда до свидания. Ну, даже легче стало базу валить, потому что бандиты не успевают тебя ударить. И мы обыскиваем, собственно, лагерь бандитов. Здесь мы находим всё, кроме бензина. Ну, конечно. Ну, как... Как могло быть иначе? Самое важное мы не нашли в итоге. Так, открываем, собственно, эту штуку. Получаем три водки. Э-э-э, забираем всё, потому что вес сейчас у нас позволяет. Это-то делать. Обыскиваем трупики также. Э-э, сюда, сюда. Э-э, болты я не знаю, имеет ли смысл брать. Э-э, сколько у меня вообще болтов с собой? Если так посмотреть. Сто болтов. Ну, я думаю, мне, в принципе, сто болтов в любом случае хватит. Э-э, так, сиги. Э-э, патроны мне не нужны. Стрелы мне не нужны. Э-э, что насчёт ткани? Компоненты ткань. Э-э, 10 штук. Надо бы взять ещё... А, я всё возьму, не буду париться особо сильно. Так, и можно ещё, допустим, залутать вот этот дом. Я могу лопатой его расхреначить, либо динамитом. Что же вариант. Э-э, и мы можем... И это не тратит время теперь, зацените. Только энергию. Ну, хоть что-то положительное. Давайте залутаемся. Потратим часик с небольшим времени. Ну, естественно, мы нашли только самый хлам и ничего полезного. Кто бы сомневался. Так, можно мне разжечь тогда кост... Нет, не поднять. Разжечь костёр. И я, пожалуй, передохну. До восьми придёт спать, ибо дурацкое здание истощило мне энергию. Так, окей, поехали. Нам ещё надо залутать будет вот эту военную базу. И, надеюсь, тут есть заправка или хотя бы машина. Да, машины хотя бы есть, окей. И есть ещё стройка. Там тоже можно идти. И в гаражах ещё поищем бензина. Я думаю, найдём что-нибудь. Так, я хочу пить. Секунду. Воды у меня, в принципе, достаточно. Я могу съесть вот эту штуку ещё, чтобы избавиться от радиации. И запить всё водичкой. Водичка тоже снижает радиацию. Блин. Но сейчас из-за того, что радиация в более больших единицах и более быстро накапливается, будет сложно следить за её уровнем. Постоянно придётся вот обращать внимание на значок нижний. Ну ладно, окей. Типа, ещё и костюм хуже стал работать. Ну, покерный. Окей. У меня зато есть дофига еды и жратвы, поэтому мне не так страшна усталость. Не так страшна. Если ты, главное, только не добиться того, что я засну в городе и получу лучевую болезнь из-за этого, когда проснусь. Давайте мы с вами залутаем тачечки, пожалуй. Посмотрим, что есть в тачке. А на что разбираются теперь машины? Ну, то же самое. Ничего из этого не поменялось. Окей. Это у нас кофешка. Можно потратить... Ага. То есть здесь только гранатами. Ну, либо ножовку использовать. Что у меня по ножовкам? Выживание. Ножовка у меня всего одна. И та на 75. Поэтому лучше сделать бомбы. Давайте мы этим займёмся. Лучше, правда, это не в городе делать. Ну, ладно. Давай мне на 30 клея 10 штук сразу. Ну. Ну, конечно. Конечно. Почему бы, блин, нет? До свидания, медведь. Надо псину свою покормить. Будет. Да хватит тратить патроны просто так. Ты задорбал. Эта способность неплохая, но когда я хочу победить в бой, не когда я хочу убежать. Завершить. Ты чё, ни одной штуки, что ли, не сделал, засранец? Так. Крафт. Бомбочек. Так. Оружие. Бомбочки. И мне, как обычно, 10 штук. Вот сейчас уже клей может и пригодиться. Можно будет сделать кого-нибудь, убить там. Сделать клей себе. Так. Надо покормить свою псину. Покормить. На, получай. Хорошо, и, собственно, я хотел здесь взломать теперь с помощью бомбы Так, обыскиваем место Получаем награды Трупецкий можно обыскать Чаёк мы заберём, это тоже, это тоже, это тоже Ещё бы хотелось разобраться с остальными домами Я вот думаю, вверх сначала залутать Нет, давайте сначала я всё-таки военную базу начну лутать Наверное, всё-таки как-то так Опять же, блин, очень часто решётки встречаются, которые кроме как бомбой ничем не взломать Так, забираем штуки Да, смотрите, здесь теперь химзащита спавнится Так, я могу здесь взять противогаз, затем, смотрите Снаряжение противогаза третий мы выкидываем Выкидываем противогаз Хотя нет, я его выкину, когда он разрядится Да, я выкину его, когда он разрядится И зачем мне вот эта вот штука с собой? Он хуже, типа, ну ладно Есть ещё одна, это, оооо, серьёзно, калаш целый Причём две штуки Надо бы только донести их с собой как-то Я вот думаю, эту штуку надо брать или нет? Как вообще крафтится новая броня? Радиоактивная Она требует клей, кожу В принципе, чинить её гораздо дешевле, чем её крафтить И у меня есть одна такая вот дополнительная штука На всякий случай Поэтому вторая мне, в принципе, не особо нужна Продать её вряд ли можно, наверное Давайте сюда пока сбегаем Здесь я ломом взломаю Блин, а сейчас вот из-за того, что энергия тратится, конечно, не очень удобно сделано Ну ладно Зато время не тратится Так, обыскиваем Есть ещё одна броня на физическую защиту Но она даёт фиговое сопротивление радиации Поэтому она нам не нужна Так, здесь у нас завал Можно, по сути, расчистить его с помощью лопаты И обыскать склад Но трупов нету, к сожалению Блин, сейчас трупы не на 100% вероятности находятся Так, тележка мне особо не нужна Это мы откроем Получим здесь мыло Верёвки Кашу давайте заберём Пока что она лезет Гвозди И вроде бы пока что всё Уголь тоже теперь надо собирать для фильтров, конечно Но нет Я, наверное, пойду вернусь на базу Подкину в свой костерок, собственно, дров Поем, попью и буду ложиться Потому что очень устал Так, насчёт снайперки, кстати Надо бы починить Давайте займёмся этим Патроны у меня имеются Так, РПКшник тоже можно, в принципе, починить Калаши у меня Более-менее в нормальном состоянии Так, 40-60 Нет, блин, этот калаш, он фигня Вот зачем я его с собой ношу? Я не понимаю Может его разобрать потом? Или сейчас даже? Не знаю Пока-пока ставлю, окей Если чё, скажите Разбрать его или нет? Понадобится он ещё когда-нибудь мне или нет? Или нафиг на него? Так, дальше Мне надо бы вывести как-то немножко радиацию Вполне возможно стоит выпить чайку Я не знаю, сколько он даёт Но сейчас посмотрим Минус 50 Нифига себе чай жёсткий какой Нормально Давайте мы поспим Вот, теперь чай заиграл, зацените Не зря собирали чай Так Я хочу Но эффективность чая усилили Вот чё я хотел сказать Даже несмотря на то, что сам чай по сути фигня Так, я думаю С чего мне начать день? Наверное с еды всё-таки Ааа Нет, я не хочу это есть Я хочу съесть, наверное Варёную сгущёнку Запить это всё водичкой Ну и вот теперь можно выдвигаться Дальше лутать нашу базу Ааа Давай мы раз Ломаем это ломиком Если есть шанс ломик тратить Я лучше потрачу энергию 97% на книгу Нифига себе, даже не сотка То есть она может и не выпасть Интересно, конечно Но нападают в основном на меня теперь звери И это на самом деле мне на руку Насколько кабаны ходят на три? Ааа Окей Раз, два, три Как бы мне так встать на самом деле Чтобы он до меня не дошёл Давайте я вот сюда встану Посмотрю, может здесь можно как-то встать На всякий случай Вроде никто из них не должен до меня дойти Ну конечно Конечно ты, блин Встанешь прямо на проходе Я могу завалить одного из кабанов В принципе Так, теперь я нажимаю конец хода Мой волчонок бежит сюда И агрессирует кабана на себя Он ещё и урон этим наносит Так, он нападает, собственно, на моего волка Я в момент этого стреляю по кабану из очереди Затем убегаю от него как можно дальше Ходит, собственно, волчонок Он может, в принципе, его добить С небольшой вероятностью Поэтому давайте попробуем Загрызть грёбаного кабана Отлично получилось Вот, кстати, мы и получили с вами Нужный нам ресурс в виде кожи Так, это я заберу Нифига себе Тут у чувака были достаточно прикольные темы Давайте разделаем кабанов Не знаю, стоит ли брать с собой шкуру Так, ну кости я возьму ради клея Я их унесу Общие 70 штук-то, а? Нифига себе, сколько в них мяса и сало Это просто жесть же Через один день Нифига себе, теперь мясо портится за один день Серьёзно Можно мне его как-то обработать Да, могу Зачем мне салонина? Да, как бы Давайте я подниму два куска для своего этого чувака А сало из чего делается? Давайте посмотрим А сало, подождите, а где сало? Я не понял Эммм Где моё сало? Почему его нету в рецептах? Копчёное сало? Где оно? Где копчёное сало, твою мать? Серьёзно? Теперь нельзя делать копчёное сало? А нет, можно Только теперь оно делается вот таким образом Я понял вас Я не знаю, стоит ли его забирать с собой Надо избавиться так или иначе от чего-то пока что на время Давайте мы здесь скинем тушёнку И сгущёнку И ещё, наверное, сгущёнку И всё равно не хватает И кашу ещё скинем А потом заберём Так, запомнили, где это находится? Погнали пока в лагерь наш Подкинем дров И надо бы приготовить себе Этот Во-первых, я бы хотел Волка покормить, наверное Всё-таки мясом Эмм Чувак, что с тобой не так? Вот сырое мясо А, это жирное мясо Я жирное не ем Такой волк Окей, ладно, понятно Жареное жирное мясо Ну, давай Сколько хранится? Два дня Ну, мне будет нормально Давайте поедим И никаких негативных эффектов Офигенно А радиа... Чё даёт эта штука? А плюс 100 энергии Не даёт негативных эффектов И сигареты тоже? Нет, сигареты даёт радиацию Но сигара, это прям Это прям Она не даёт негативных эффектов Отлично Так, давайте разберёмся теперь Кстати, мясо весит офигеть как много Особенно не жареное Именно сырое Учитывая, что сколько я Вообще Избавился от веса Нормально Так, давайте теперь разберёмся с Клеем, наверное Так, клей, клей, клей Выпей баночку Так, давай сюда Клей Где клей вообще? Прекрасное сало Как вы могли вообще? Давайте половину воды потратим На изготовление клея Надо фильтр найти и сделать Давайте проверим Как вообще сейчас Фильтруется вода Будет интересно Изучить это А сколько кости хранятся Теперь, надеюсь, так же долго Здоровье? Нет, в компонентах Они, наверное, валяются у меня Кости хранятся Да, дофига долго Поэтому ничего страшного Но весят дофига много Так, здесь есть какой-нибудь Источник воды? Или мне придётся С реки набирать? Видимо, с реки всё-таки Так, и нам нужны фильтры Нам нужно сделать фильтров Несколько штук Штук пять хотя бы, наверное Они же немного весят Нам нужен уголь В принципе, это А где мне его найти? Придётся угольную кучу Видимо, крафтить Как я понимаю Для угольной кучи нам нужно Чего получается? Так, угольная куча Угольная куча Где она у нас? Стоп, а где угольная куча? Я что-то не понял Вот она Нужно сто дерева Давайте нарубим дерево Не-не-не Искать добыча дров Так, скрафтим себе угольную кучу И будем ждать, пока она прогорит В это время будем лутаться Так, я хочу угольную кучу Где она у нас? Крафтим одну штуку Я думаю, нам более чем будет достаточно Через один день прогорит Нормальная тема Мы пока с вами полутаем Тогда, наверное, ещё Кожу надо бы тоже обработать Ну, посмотрим Ещё нам нужно для фильтров Давайте посмотрим, что ещё надо для фильтров Кремний и тряпки Надо, то есть, кремния найти и тряпок побольше Окей, понял, принял Давайте зайдём тогда в какие-нибудь разрушенные дома Я думаю, там мы кремний найдём Блин, я не могу отменить обыск Я обыскиваю до тех пор, пока время не пройдёт Так, ещё кремния забираем Можно также нацедить бензин на себе Так, сливаем топляк Забираем топляк Опять же, сливаем топляк Забираем топляк И мне надо ещё найти тряпок Где они могут быть вообще в теории? Может, я где-то здесь их не взял? Да, здесь есть тряпки Давайте мы их возьмём Нет, это не то Вот здесь есть ещё тряпочки И есть тряпочки ещё здесь Нет, здесь нету Так, здесь я возьму грязную воду И мы попробуем её чистить с вами Сейчас Надо бы, кстати, набрать воды с реки Давайте добыча воды А-а-а-а Даже так Блин, бензопила бензин тратит Ну ладно Забираем эту штуку с собой Я унесу столько льда? Нет, не унесу Надо избавиться от чего-то здоровья Так, попить, попить Пока скину на время Могу я растопить лёд с помощью костра? Меня вот это интересует Так, компоненты, лёд Да, я могу растопить лёд В чистую воду, зашибись Так чё я парился с созданием фильтров Если они мне не нужны, по сути Ну серьёзно, я не могу сразу всё растопить Мне приходится вот так по одной штучке топить Очень неудобно, конечно, это и сделано Ну ладно Так, я заберу, пожалуй, вещи А, ну да, конечно, заберу я их обратно Конечно Пофиг, давай съедим эту штуку Так, и теперь нам для фильтров осталось ещё, получается, уголь найти То есть подождать, пока угольная куча Эээээ И прогорит Так, хорошо Угольная куча у нас ещё будет гореть 7 часов Я не знаю, чем заняться Пока можно книжку почитать Так, выживание Эээээ Давайте мы прочитаем пока книжки Как раз пару часов на это уйдёт Почти 7 Он, мне кажется, ли Он ещё дольше стал книги читать Ням-ням-ням, отлично Но прикольно, что из-за этого Получается чистая вода Из-за получается этого Так, и мне бы еще скрафтить этого Как ее? Клея Так, где у нас клей? Вот у нас клей А почему я не могу больше сделать, чем один? Эмм, игра, а где индикатор о том, сколько сделать? Я же уже выбирал это А, у меня костер прогорел, все понял Понял, не дурак Почему так работает Так, сюда давай И я хотел бы сделать еще, получается Клея Теперь клей еще и соль требует Или он всегда соль требовал Ну, мне тряпок опять не хватает Надо быть за тряпками идти скоро Так, хорошо Теперь мы можем сделать фильтры, да, как я понимаю Разберем только угольную кучу Готово И мы можем сделать, теперь очистить воду С помощью фильтров, но нужны фильтры Так, фильтры сюда И нам нужны еще тряпки Блин, еще и тряпки надо теперь делать Ну ладно, окей Что-нибудь придумаем Пока давайте просто поспим Надо только поесть вначале Я выкинул половину еды Поэтому придется есть Джерки Запьем их водичкой Ну и ляжем спать Да, давай до 8 утра Так, хорошо Поспали в принципе Можно выдвигаться дальше Я бы хотел только Найти еще тряпок Но я думаю их найду Пока буду залутывать Городок Так, может мне есть от чего избавиться Давайте пока скинем вот эту воду Здесь Пусть она здесь лежит Мясо у меня тоже протухло Мы его скинем А что я могу сделать с протухшим мясом? Ничего Окей Я все еще теряюсь в этом новом интерфейсе Конечно Погнали сюда Сбегаем тогда Заберем трупы Один труп точнее Тряпки возьмем Конечно же Нам они пригодятся Здесь у нас на КПП тоже есть трупы Обычки мы 97% Не нашел тачку Серьезно Так Здесь у нас есть собственно Да Давайте взломаем с помощью бомб Не хочу тратить энергию пока что И обыщем собственно склад Инструментов конечно же нету Все есть Блин, самое важное нету Так, разбираем противогаз Забираем фильтр Отлично Это сюда Это сюда Тряпки забираем Эту штуку забираем Здесь мы Кабан Окей Так Кабан, блин, засранец, конечно Он встал в очень неприятной позиции для меня Аааа Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну твою мать, ну я ж тебя попросил. До свидания. Я понимаю, что это ещё клей, но ладно, пофигу уже. Мне неохота сейчас именно клеем заниматься. Я хочу по-быстрому свалить отсюда. Ну твою мать. Подожди, я там гранату использовал, да? Вот я дурачок. Если я, конечно, гранату заюзал. Так, медицинский отсек здесь всё нашли. Замечательно. Забираем, собственно, тогда по возможности всё. Тряпки тоже берём. Раскапываем здесь завал с помощью лопаты. Это время не тратит, мне это нравится. Соль нашли, соль это хорошо. Так, обыскиваем труп. Забираем лутецкий, тряпки тоже возьму. Я забыл, где я всё скинул. А, вот здесь. Окей, я могу, наверное, тушёнку забрать с собой, кашу, да? Ну почти, почти всё влезло. Надо только избавиться от чего-то ещё. Буквально парочку предметов скинуть. Давай сюда съедим банку сгущёнки. Блин, мне бы от чего-то избавиться. Чего-то мелкого. Давайте я рыбу буду скидывать, пока у меня не будет отсутствовать перегруз. Ну давай уже, исчезай. Да ты издеваешься надо мной, да? Во, всё, наконец-то. Так, ну, кожа мне свежая, не знаю, нужна, не нужна пока. Так, я бы хотел теперь скрафтить фильтры. То есть, если я могу скрафтить себе 8 фильтров за 8 кремниев, что я нашёл, давайте мы потратим на это время. Так, и у нас есть 10 фильтров. Теперь мне интересно, сколько требуется фильтров для очистки одной воды. Насколько его хватает? Давайте проверим пока вообще по компонентам. Сколько у нас в фильтре осталось этого. Так, это я должен заправить. А сколько у нас фильтра осталось? В смысле у меня нет генератора. А, он не заряжен. Но я могу типа его зарядить легко. Если заправлю генератор. Но, блин, тратить 10 литров бензина пока на это на самом деле не очень хочется. Так, я могу клей доделать, оставшийся. Чтобы скинуть тяжёлые кости из себя. Давайте мы доделаем клей. Готово. И я бы хотел ещё, наверное, посмотреть, насколько фильтр у нас попортится, если я скипячу одну воду. Давайте, вот, допустим, я использую воду. И теперь смотрим на состояние фильтра. Он, наверное, находится у нас в компонентах. Ну, мне так кажется. Нет, он не в компонентах. Тогда в выживании. Да, в выживании. На 4%. Ну да, 8 фильтров ненадолго хватит тогда, получается. Окей. Так, собственно, сейчас у нас вечер. Поэтому лучше поспать до 4.30 где-нибудь. И утром уже выдвинуться в путь, дорогу. Костёр наудивле... А, нет, уже прогорел. Окей. А, так, мне нужно... Я вот думаю, мне сырую кожу взять с собой или не брать. Мне, в принципе, веса много в себе. Я не знаю, чего я такого тяжёлого подобрал. Неужели столько клей весит? Эээ, приготовленный уже. Да нет, вроде 2,6 кг всего. Ну, ладно. Так, собственно, мне надо сейчас на склад, потом сюда и стройку вместе с домом залутать. Я понял, принял. Поехали. Уже 1% у нашего прекрасного противогаза. Ну, у нас ещё есть один, так что ничего страшного. Фиолетовый сундук какой-то. Почему фиолетовым показывается? Ну, ладно. Инструменты ржавые. Я бы его на самом деле взял. Противогаз у нас разрядился. Надеюсь, он автоматически экипировал новый противогаз. Это ведь додумался до этого. Так, старый скидываем. Нафиг не нужно. Лишний вес занимает. Также возьмём, получается, что есть в этом доме. 7%. Стоит ли ради этого лутать? Я думаю, сомневаюсь. Здесь у нас, собственно, труп есть. Давайте здесь залутаем. Тут ещё и можно кастрюлю найти. Чистую. Так, здесь забираю вещи. Давайте банку тоже соберу. Хотя у меня банок достаточно. И осталось только залутать. Получается... Стройку. На меня скоро уже должны напасть, кстати. Пока что не нападают. Пока везёт. Нападение. Нифига себе! Четыре гранатомётчика! И я в задницу. Мне надо перезапускаться. Еее! Они не починили этот баг! Им до сих пор можно пользоваться. Ну, хоть что-то хорошее, на самом деле. Так, сколько ты... Минус двадцать пять. У меня как раз двадцать пять. Можно сделать так и избавиться от всей радиации. При этом поесть нормально. Нормальная тема. Мне устраивает эта штука. Так, здесь забираем, собственно, лопату. Селитру. И обыскиваем трупецкий. Так, нападение следующее противника. Надо, кстати, волка покормить. Могу ли я убить этих волков, в принципе? Ну, типа, если повезёт, могу одного из них застрелить. Блин, опять что ли перезапускать? Серьёзно? Против обычных волков просто из-за того, что они неправильно встали? Ну, видимо, да. Окей. Долбаные волки. А какой-то противогаз надел. Да, хороший надел. Окей. Так, придётся заново обыскать этого чувака. Так, чё у меня, кстати, по ткани? Дофига ткани, в принципе. Она мне не нужна особо. Погнали тогда следующее здание. О, здесь можно электроды забрать, но они уже не лезут у меня. У меня их и так, в принципе, достаточно. Мне не обязательно их собирать. Так, снаряжение. Электроды. Мне нужно посмотреть, сколько их у меня осталось. 20 штук. Но я думаю, мне 20 пока хватит. Так, и у нас есть ещё проволока. Блин, не нашёл пневмопатроны, а та отстойна. Так, ещё одного трупа обыскаем. Обыщем. И поедем дальше. Куда нам теперь надо двигать? Можно в Алексеево зайти, то есть как-то перебраться через эту реку. Но мне потом придётся ещё раз через реку перебраться. Чисто ради бензина? Не знаю, такой себе. Давайте я в Подволошину лучше поеду. Нафиг этот город, Алексеевск. Нападение, конечно. Ещё и пять бандитов с собаками. Ну твою мать! А этот чувак ещё и сможет гранату перекинуть. Хотя нет, вроде через стены нельзя. Или можно кидать. Афиг его знает. Короче, перезапущу, не буду париться. Пустите меня из этого города. Спасибо. Так, мы едем сейчас под Волошиной. Наверное, я буду по степям лучше передвигаться. Итак, пустоши на меня напали пять бандитов. Из ниоткуда взялись, блин. Ах, как вы задрали! И бандиты. А, я хочу сюда. Добыча дров. Так, надо быстро сжечь костёр, чтобы они перестали спавниться. Отлично успел. Всё. Слава богу, я защищён от спавна бандитов на данный момент. А, 84%, 93%. И машина тоже в хорошем состоянии. Отлично. А сколько у меня осталось запчастей для тачки? Надо проверить. Ммм. Мне бы на самом деле вот этот противогаз выкинуть. Зачем я его с собой таскаю? Непонятно. Наверное, скину его просто. Нафиг он нужен? Чисто вес занимает. Аммм. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, чё ещё у нас есть? Зачем я ношу СВТ с собой? Просто потому, что прикольная винтовка, да? Она во всём хуже, чем СВТ. Во всём буквально. А весит 3,8 кило. Может мне её разобрать? Я вот думаю. Она столько же очков тратит. То есть она во всём хуже. Просто во всём. Давайте я просто разберу тогда. Блин, ну такая классная винтовка, так жалко разбирать. Ну ладно, разберу всё-таки. И мне говорили, что РПГ типа надо собирать, ибо они не чинятся. Давайте проверим. Да, они реально не чинятся, и при этом прочность... Хотя подождите, я стрелял за РПГ, у меня прочность 100%... А, наверное, я сломанную выбросил. Да-да-да. Окей тогда. Так, я хотел переночевать вроде бы, да, если я не ошибаюсь? Тележку надо нафиг выкинуть, будет скоро. Хотя, возможно, она мне понадобится при дороге к мирному. И надо обязательно покормить волка, а то я всё время забывал это сделать. На тушёнку тебе. Всё, здоров, полностью сыт, зашибись. А мы с вами сейчас просто должны подрыхнуть. Надо попить только водички сначала. И можно поспать. До 4.30, как обычно. Даже до 4.10, до 4.20. Где-то до 4.15 я поспал в итоге. До 4.23, ладно, пойдёт. Так, дайте заправку, пожалуйста. Ну да, конечно, вот тебе заправка. Так, обыскиваем эту шнягу. О, они теперь не закрыты. Магия. Открываем, собственно... О, да, детка. Вот это вот повезло мне сейчас. С чистой кастрюлей. Так, теперь нам надо бензина нацедить с тачек. Ну, конечно, конечно, падение. Как же без этого-то? Но они стоят не на выходе. Мы легко сможем от них свалить. Поэтому ничего страшного. Так, только волка подальше. От вражеского волка уберём. Хватит стрелять. Побег, да. Блин, просто каждый раз, каждое нападение минус один патрон. Или даже минус два патрона. В зависимости от того, сколько надо ходов до выхода. Так, окей. И теперь нельзя, короче, половину только места обыскать. Каждый раз, когда ты куда-то заходишь, ты, когда нажимаешь обыскивать, ты не можешь нажать отмена. То есть, тебе приходится именно всё обыскивать. Хотя, может, если крестик нажать на закрыть меню, может, он сработает. Надо проверить будет. Так, сюда-сюда. Давайте ещё эти тачки залутаем. Может, тут тоже бензыч найдётся. Как только будет первый дом, где будет много лута, я попробую выйти до окончания поиска. Может быть, он не всё обыщет тогда. Не, не, не работает. Не нажимается крестик. Ну, конечно, самое бесполезное я нашёл, а самое полезное я не нашёл. Логично. Может, сейчас мне повезёт с батарейкой? Ну, да, конечно, повезло мне с батарейкой. Посмотрим, что здесь. Ну, конечно, падение. Как же так? Пять бандитов, блин, дофига опять же противников. Но этот чувак меня сейчас не попадает. Но я не успеваю всё равно свалить отсюда. У меня куча урона сейчас прилетит, если я останусь на месте. Тем более, чувак имеет гранату, ещё бочка взорвётся рядом. У тебя есть я вот сюда спрячусь? Да нет, тут ещё один чувак с гранатой. Здесь как бы перекинут просто через стену и добьют меня. Не очень хорошо получится. Кстати, заметил, что я хочу есть и пить сейчас. Давайте мы сожрём тушёнки, наверное. И попьём водички. Так, магазин электроники. Ну, давай, я не знаю, там, к примеру, ломом. Ломов у нас просто дофига, можем ими пользоваться в этом плане. Добыча дров. Блин, меня правда бесит, что я трачу по 250 бензина за каждый свой лагерь. Может быть, мне топором лучше нарубить дров? Давайте топором лучше нарубим. Разведём костерок. И будем двигать, думать, куда двигать дальше. Как вообще мы от Мирного далеко находимся? Уже половину пути преодолели от Красноярска. Даже больше половины. Сейчас нам нужно будет найти переправу. Переправу, переправу, берег левый, берег правый. Я думаю, мы догрузим с вами локацию, когда дойдём вот до этого города. Пока, в принципе, не надо догружать. Вот это, да. Я посплю. До четырёх у меня, в принципе, не влом. Не хочу двигаться просто, хотя... Поехали утром. Останавливаюсь рядом с каким-нибудь городком. Тут вроде лес есть. Я просто посплю вот прямо на полу, без разведения костра. Попробуем, своруют ли мыши что-то или нет. Давно вот такого не было, чтобы у меня звери ели мою еду. Редко такое вообще происходит, кстати, в игре. Ну, давай, я не знаю, там, тушёнки. Нет, сгущенку пока рано. Давай тогда каши просто захаваем. Водой всё это запьём, а поедем дальше. Так, чё у нас здесь есть? Здесь есть лагерь бандитов. Мы его штурманём сейчас ради бензина. Может быть, он выпадет, и нам повезёт. Ну, конечно, 78% не работает, как обычно. А вот здесь всё нашёл. Нормально. Так, забираем всё, что есть. Обыскиваем чуваков. Ну, конечно, падение. Опять пять бандитов. Да почему всё время пять бандитов нападает? Блин, там ещё снайпер. Если двинусь, получи урон по броне. Отстой. И ты просто на шагу, прям сотнями. Вы задолбали. Я сейчас вас расхреначу тогда. Раз уж на то пошло дело. Так, начать бой. Бла-бла-бла. О, новая локация. То есть не каждый раз ещё меняться будут? Окей. Так, занимаем позицию. Берём РПК. Минус чувак, наверное. Надеюсь, да, повезло. 55% даже несмотря на укрепление попал. На тебе нафиг. Больно, да? Понравилось? Так, пошёл ещё один чувак. Придётся опять рисковать пробивать через... Эту штуку. И, в принципе, я сейчас отступлю подальше. От бочки. Не хочу просто, чтобы он меня взорвал. И я здесь возвышение возьму. Бросай оружие, выходи! Нифига себе, он успел добежать? Вы издеваетесь? Так, пошёл вон, чувак. Так, окей. Обыскиваем это всё, пожалуйста. Пусть будет бензин. Ну, конечно, конечно. Конечно, вот самые важные вещи, они не нашлись. Как обычно. Два раза подряд два лагеря бандитов, бензин не нашёлся. Ясно, понимаю. Так, сюда, 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 сюда. Контейнер открываем, смотрим, что внутри. Сахар. Замечательно, блин. Сюда, сюда. Тряпки мне, в принципе, не нужны. У меня вроде есть немного, да, с собой? Да, тряпки у меня имеются в большом количестве достаточно. Может, даже часть из них стоит выкинуть. Но пока не буду. Ну, конечно, да. Суки. Погнали, посмотрим, что в домике. Мёд можно найти. Ни фига не нашёл самые важные ресурсы, как, конечно, не нашлись. Ладно, здесь мы тоже закончили. Давайте выдвигаться дальше. Так, я хотел дойти вот до этого домика, ой, города, залутать его и потом загрузить следующую часть карты. Погнали, пока немножко, наверное, полутаемся, пока есть время. Ещё утром. Днём. Ну, конечно, стоило мне войти в город, сразу же на меня напала толпа бандитов. Почему бы нет? И опять в полной заднице зареспавнился. Так, на сколько ты ходишь? На два. Он меня попадёт по-любому. Ну, твою мать! Меня даже снайпер может сейчас попасть, если я начну двигаться вниз. Конечно, что они напали-то, у них здесь лагерь находится. И, скорее всего, если я начну сейчас лутать, будет опять же нападение. Хотя, вроде, пока нету, на удивление. Так, можно найти, кстати, кастрюлю. Ну, да. О, ну, слава богу, вот это вот уже совсем другое дело. До свидания, кабанчик. Так, конец хода. Так, волка я тоже, наверное, отодвину подальше, потому что гладиолусы, ибо кабан, он далеко может двигаться. Да нифига себе ты палишь, конечно, чувак, с такого расстояния. Так, завершить. Забираем изоленту. Господи, тысячу лет не видел изоленту, только сейчас её нашёл, ясно. Так. А-а-а-а-а. Закрытый дом, а непонятно, чё в нём. Ломать или не ломать, вот в чём вопрос. Ну, давай ломиком. Не стоило того явно. Ну, заберём некоторые лут, чё. Может, топор взять, я вот думаю. Как у меня по топорам? По топорам вообще. Ну, топоры у меня есть. Зачем мне, в принципе, ещё? Я не понимаю. Ладно. А-а-а. Я хочу, наверное, пойти уже себе базу сделать. Добыча дров. Давай топором лучше. 24 штуки. Разведём костерок. Лучше, наверняка, топорами реально рубить, потому что бензин тратить постоянно на разжёг костра не очень хорошо. Так, я бы хотел починить свою бронь, если вы не против. Вас ещё чинить не надо, а вот попить водички я бы хотел. Да, давай. Консервы ещё овощные сожрём и будем ложиться спать до 4.30. Так, чё у нас дальше, собственно? А дальше у нас надо двигать в верхние дома. Затем в ещё более верхние дома. А может найти штуку бы с чистой водой, типа водоём какой-то. Ну, вряд ли в городе, конечно. Но можно лёд собрать и как бы... Ясная зимняя погода. Я сейчас... У меня сейчас зима. Понимаю. Так, ну можно найти мёд и мыло, поэтому... Да, мёд её нашёл. Хорошо, хотя бы не зря всё это было. Ну, а теперь лут более полезный, кстати, в домах может появляться. А может и не появляться. Так, это я заберу. Посмотрим, чё в этом доме. О, можно консервы овощные найти. Но не повезло. Окей. Так, теперь надо бы залутать почтовое отделение. Ну, конечно, падение. Ну, как же без этого? Один бандит, но со снайперской винтовкой. Эээ... Ах ты говно! Просто засранец тот ещё. Давайте добьём собаку. Конец хода. Насколько ходит бандитский пёс? На три. Раз, два, три. Он до меня заденет. Так что я, наверное, сделаю вот так. Провокация. Да, я ещё получу сейчас один выстрел, кстати. По себе. Местикс один. Да ты офигел, что ли? Нет, надо перезапускать. Это вообще никуда не годится. Он в меня два раза попал. И снайперки. И снёс мне здоровье. Мне, скорее всего, раны будут, если я даже успею бежать. А мне кажется, он меня убьёт, если я сейчас сдвинуться на одну клетку. Какие же вы всё-таки засранцы, конечно, эти бандиты. Ещё и такое ощущение, как будто чаще нападения стали происходить. Так, открываем штуку за... О, сигаретная пачка. Правда, пол пачки нашёл. Нифига себе. В посылке чуваку отправили пол пачки сигарет. Окей. Вижу, слышу. Слава богу, оповещение было. Радиацией. Давайте я сделаю чьё себе. Ну, как-то так. Пришлось чё. Слава богу, счётчик Гегера меня предупредил о загрязнении радиацией. Ну, да, 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 конечно. Ну, хотя бы медведи. Надеюсь, они не будут на выходе стоять. Насколько радиоактивные медведи двигаются на два? Изи. Тогда мы легко с вами... Вот засраза, а. Я в капкан наступил. Я надеюсь, я смогу двигаться на следующий ход. Да, смогу, окей. Тогда просто сбегаем. Блин, ещё... Надо запомнить, что здесь капкан находится. Ржавая лопата. Забираем, наверное. Хотя я не знаю, зачем она мне. Нужна ли мне ржавая кастрюля? Давайте посмотрим, как у нас по кастрюлям. Так, выживание. Не, кастрюля у меня дофига. Ржавая мне не нужна. Топор нашёл. Возьму, наверное, пожалуй. Вот чё можно найти в аптеке? Вот серьёзно. Ну, ладно, давай, окей. Нифига себе. Вообще топово. Это явно стоило того. Ещё и три трупа. Долбанная радиация, как обычно. Так, можно мне в леса зайти? Я здесь сейчас добычу дров активизирую. Всё равно уже ночь, надо спать. Надо радиацию как-то сейчас вывести. Здоровье. Давайте, я не знаю, чаю пару, пару чаёв бахнуть. Наверное, так. Блин, я не хочу пить, поэтому я не хочу сбрасывать тебе радиацию. Ладно, чай холодный, потом попьём. Кстати, давайте проверим, как он вообще вводит. Сейчас 35 этого воды, 50 радиации. Посмотрим, как он будет... Давайте сахар добавим. Пофиг. Просто так. Ай, и... И ещё надо поесть. Ну, и я завтра поем. Не хочу сейчас съесть. Просто посплю до 4.20 где-нибудь. И утром поедим с вами. 4 утра. Всё, мы хотим есть. Давайте я захаваю что-нибудь плотненькое. Допустим, тоже сгущёночку. Всё, блин, сейчас еды надо просто вагон иметь с такими, блин, новыми обновлениями. И я перезапущу сейчас игру, и мы с вами загрузим новые локации. Так, ну типа вроде да, давайте мы покормим волка ещё при этом. Сами-то поели, а волка не покормили. И ещё я бы хотел выпить водички. Пей. Так, я загрузил, собственно, следующую зону. Скажем так. И нам сейчас надо двигать куда-то наверх. И вот там придётся, видимо, по воде передвигаться уже. Хотя я могу вот здесь проехать. Но надо перебраться сюда сначала. Возможно, через вот этот город мы сможем перебраться с вами дальше. Блин, в эту сторону не мотает. Дальше хотя, блин, тут немного осталось. Вверх мотает, видите, или далеко, а в эту сторону нет. Хотя, может, это край локации? Да не, вряд ли. Хотя, да нет. Тут если в Биробиджан можно зайти, то это не край локации. В эту сторону, главное, далеко мотает. В эту вообще почти не мотает. Видите, вот это максимум. Не могу дальше промотать. А наверх нормально, как бы. Странно это работает, конечно. Ну ладно. В принципе, сейчас раннее утро. Нам надо выдвигаться. Надо бы, кстати, ещё запчастей в городке каком-нибудь для тачки намутить. Так, в принципе, достаточно быстро доехали до этого городка. Давайте мы его залутаем по-быстренькому. Так, обыскиваем трупы. Обыскиваем контейнеры. Забираю верёвку. Забираю эту бумагу. Здесь что у нас? Так, соль. Это, это, это. Также в трупе у нас получается нападение, да, медведей. Ну, не опасно на самом деле. Они далеко и не представляют для нас угрозы. Да хватит тратить патроны, ты задрал уже. Давай просто свалим отсюда. До свидули. Завершить. Обыскиваем трупецкий. А, окей. Интересно, они пофиксили, что в трупах теперь падает крутой лут или нет? Нормально, антирады нашёл уже, самое главное. Так, обыскиваем чувака. А теперь в аптеках, я вижу, не так много, более редкого лута спавнится. А именно воды. Чистой. Потому что воду чистую только отсюда и можно, по сути, набрать. Химнаборы есть. Не знаю, зачем они мне, правда, в таком количестве. Сколько у меня вообще химнаборов с собой осталось? Компоненты. Если пять штук, то я, наверное, новый брать не буду. Можно скинуть старый. Ээээ, блин, я зачем-то все скинул. Поднять все. И один сейчас скинем, самый дерьмовый. Ибо они весят вес. Весят вес. Так, сюда-сюда. Можно мне ещё залутать обычные дома, если вы не против. Блин, а где сейчас изоленту? Находитесь, её здесь нет. Да-да-да, я слышу радиация, все дела. Нифига себе так часто нападают, это просто ужас. До свидания. Ой, чуть было не нажал конец хода. До свидания. Смотрим, сколько восстанавливает чай охлаждённый. Холодный чай. Десять всего энергии, но при этом столько же радиации вводит. Офигенно. То есть, есть смысл именно чай запасать в виде холодного. То есть, чтобы энергию лишнюю не получать и при этом, да, регенить фигню. Блин, мне кажется, вот эти десять процентов, они никогда не срабатывают вообще. Ну, давай ломом, окей. Вот двадцать девять процентов... Не, смотрите, нашёл с низким процентом шанса, всё-таки можно обыскать что-то. Блин, я думал, это будет нормальная кастрюля, а не ржавая. Так, давай сюда, я не знаю, там чё-нибудь типа вот лома. Пофиг, ломом ломаем. Вот, смотрите, показана типа чистая кастрюля, типа новая, не ржавая. Но почему я нахожу ржавую при этом, при всём, тут чё, вопрос. Так, окей. Так, нам теперь надо выдвинуться, получается, куда-то вверх, в виктимы, в пеледуй. И как назло, я уже в котором городе не нахожу ни одной заправки и ни одной машины. То есть, вообще нету тачек, просто ноль. Я даже не могу запчастей себе намутить для машины, чтобы её потом пофиксить в будущем. Ну, погнали в лес, чё? Надо, кстати, отдохнуть, наверное, добыча дров. Давай мне бензопило и топором лучше. Ну, конечно, конечно, кабаном не напал, блин, где-то в лесу. До свидания. Ну, блин, ты задрал. Побег. Завершить. Гильзу забираем обратно. Так, и ещё бы надо, кстати, найти этого. Тут ещё, кстати, скорпионы могут встретиться, да, типа? Так, 80% пока не буду чинить. Пока что просто поспим до утра. Нифига себе энергии, кстати, потратил, что я даже выспаться нормально не успел. К 4.30. Так, окей. Я хочу жрать, поэтому надо как-то избавляться от радиации и поесть. Так что овощные консервы. Они сейчас, кстати, чаще встречаются, чем раньше. И нам надо как-то дойти вот до этого города. И желательно и по горам ехать. Мне кажется, по горам больше прочности у машины уходит. Ну, логично. Я не проверял, конечно, но мне так кажется. Хоть по горам и достаточно быстро ехать. Здесь можно, кстати, перейти на другую сторону. Через этот город. Через верхний тоже можно. И как раз, кстати, по ту сторону, где надо. То есть, если мы... До Мирного мы почти дошли. И там, кстати, убежище есть. А чё это за иконки новые? Таинственные порталы. То есть, я мог отсюда переместиться сюда без вот этого... Хотя бы не факт, что они бы сюда меня телепортировали. И, возможно, они имеют негативные последствия при перемещении. Допустим, нахрен ломают тебе все кости или убивают тебя нафиг. О, мы сможем здесь выйти на дорогу. То есть, нам реально сейчас просто надо пройти, получается, в Пеледу. И через Пеледу мы сможем проехать нормально и даже не перебираться по реке. Да изи. Тогда, получается, до Мирного можно доехать и не по рекам. Отлично. Так. Дайте я сразу бахну чай, або мне надо ещё радиации снизить. И будем заходить уже в Витим. Итак, здорово. Новый город, новые бандиты. Как обычно, ничего нового. И мне надо будет разобрать тачку какую-нибудь, получить от неё ресурсы. Так, здесь мыло можно идти, поэтому обыщем. Да, мыло есть. Мыло даёт кожу, кожа даёт починку брони. Так, поехали. Ну не саму кожу даёт, как бы вы поняли. А способ обработки кожи. Удивительно, что на меня ещё не напали. Зре я это сказал сейчас. Это мы всё забираем. Блин, мне бы ещё буквально заглушек парочку найти на этих резиновых прокладок, и я новую тачку бы мог себе скрафтить. Блин. Так, ну нам надо разобрать этот... машину какую-нибудь. Да, да, да! Я понял вас. Так, надо бы... Сколько он ходит? Два. Он дойдёт до меня. Придётся вставать сюда, и, скорее всего, выстрелит сейчас в снайперке по противнику. Нет, не стал стрелять. Хорошо, сэкономил патронов. Побёг. Побёг. Успешно покинули поле. Бой, дайте мне разобрать машину. Так, забираем детали, забираем ещё парочку таких деталей. Готово. Маслёнку тоже берём, и дальше направляемся в военный... в вооружение магазин. Может, там что-то годное реально найдётся. Сто процентов револьвер, сто процентов винтовка и нож и ещё рюкзак какой-то крутой. А это, случайно, не такой же рюкзак, как у меня? Такой же. То есть, я могу реально взять ещё один рюкзак и просто его не чинить, а потом менять рюкзаки. Офигенно. Так, это я тоже заберу, только разберу сначала, соответственно. Сюда запчасти. Так, оружейный магазин стал более приятным местом для лута. Окей, понял, принял. Давайте ещё один домик залутаем и пойдём дрыхнуть. Блин, тут радиация, конечно, вообще жёсткая. Тут есть где-нибудь лес поблизости, нету? Ближайший лес вот здесь. Так, окей. Нифига себе, здесь радиация, конечно, жарит. А, блин, я истратил немного бензина, ну ладно, пофигу. Так, давай сюда, я не знаю, там... Чаю, что ли, бахнуть? Либо вот эту штуку съесть. А, давайте поспим, там уже решим мы утром. Чё мы хотим есть, чё мы хотим пить и так далее. Так, есть и голод, вода. Кстати, голод теперь от сна понижается сильнее, чем даже жажда. Это странно на самом деле. Давай сюда вот эту шляпу и ещё я хотел бы чайку бахнуть себе. Пить. Замечательно, минус радиация. И нам нужно ещё залутать школу. Ну, конечно, 79% ты не нашёл. Как же... Как могло быть иначе? Так, здесь у нас закрыто. Давайте мы взломаем это ломиком. Библиотека в институте. Обыскиваем труп. Забираем книгу обязательно. Здесь труп валяется в пруду. Школьном. Классика. Так, опять закрыто. Я не знаю, что там может быть, поэтому я на всякий случай разломаю, конечно. Но, блин, я думаю, этого не стоило. К тому же кофе я даже не нашёл. Можно что-нибудь здесь полутать ещё. Блин, теперь ради одного трупа приходится лутать абсолютно всё помещение. Давай бомбой. Ну да, конечно. Конечно. Как же без этого? Этот чувак имеет ответную атаку или нет? Вроде нет. Да. Не имеет. Может ли он в меня попасть? Ну, сейчас мы это проверим. Конец хода. Прячемся сюда. Конец. А почему у волка какой-то эффект бега? Стрелять научись! Ну, ты, конечно. Тебе-то пофигу. Ты-то легко попадаешь. Тогда бегаем. Убегаем. Отлично. Наконец-то я от бандитов смог убежать, а не... Ааа... Не... Не это... Не воспользоваться возможностью перезагрузки игры. Так, сюда-сюда. Это мне не нужно. Ааа... До свидания, город. А можно мне немного бензина? Пожалуйста. Ааа... Я бы хотел починить себе тачку. Заодно избавимся от лишнего веса. Хорошо. Теперь надо ещё убрать лишнюю радиацию. Чайком, наверное. Хорошо. Ааа... Сколько у нас радиации в этом городе? В прошлом была восьмёрочка. Здесь у нас семёрочка. Чуть поменьше. Вон бандиты есть. Мы их с вами тоже гопанём обязательно. Вот указано, что типа чистая кастрюля. Но находит он грязную. То есть ржавую. Меня это на самом деле напрягает. Почему тогда не указано? Вот здесь указано грязное. Но при этом как бы... Да. В прошлый раз, я помню, просто была указана типа чистая кастрюля. Нашёл он грязную. Непонятно, как это работает. Так, водяра. А трупики у нас чё? Ничего интересного, в принципе. Так, новое нападение. Кабана. Но это вообще изи. От него я смогу легко свалить. Блин, он же сейчас... Надо было встать за стеной. Иначе он сейчас патрон потратит на него. Да. Надо было встать ниже. На одну клетку. Всё. До свидания, кабан. Давай, обыскивай. Ещё сумки никогда не находит. Вот сколько было там шансов найти сумку. Ни разу, по-моему, не нашёл её. Так, давай ещё тогда вот этот дом залутаем. Потом пойдём дрыхнуть уже. Так, сюда. Давай сюда. Есть тут где-то поближе? Да нет, вроде нету лагеря. Поближе придётся здесь ставить лагерь. Так, добыча дров. Давай топором 25. Разводим костёр через зажигалочку. Ну и вроде бы можно подрыхнуть, если я не ошибаюсь. Блин, долго дрыхнуть будет? Так, хорошо. Поспали вроде бы. Надо перекусить сейчас. Заодно ввести радиацию с помощью вот этой штуки. И заварю себе чаю. Также бухну чая. И выведу ещё кучу радиации. Так, теперь мне надо залутать ещё дом бандитов и больницу. Так, нашёл мыло хотя бы. Уже неплохо. Здесь вообще ничего не нашёл, к сожалению. Так, и ещё вот этот дом залутать бы. Конечно, самые важные ресурсы ты, как обычно, не находишь. Сюда-сюда. И погнали, завалим бандитов. Я надеюсь, в этот раз хотя бы логово мародёров... Да-да-да, ты задрал уже. Поехали. Да, всё меня устраивает. Занимаем позицию. Опять это дурацкая локация. Мне она не очень нравится. Надеюсь, я попаду в него. Отлично. Конец хода. Сейчас, короче, этот чувак двинется, и мы его просто завалим. Так, ты иди в обход. А, он не сможет там пройти. Или он через вышку сможет всё-таки пройти. Повезло мне. Вот действительно, что тебе просто повезло, чувак. Так, держи тебе из калаша. Ну, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Иди сюда, я тебя сейчас захаваю. Блин, я не смогу же через него выстрелить. Ах ты, тварь! Но я могу его попытаться... Да, я достану его из калаша отсюда. Нифига себе, жёсткая. Так, ну и волчок у меня захавает, собственно, последнего бандоса. Ты уже никуда не уйдёшь! Ням-ням. Так, обыскиваем, короче. Блин, а тут бензина нету, как назло. И последние три предмета не нашлись даже с высоким процентом шанса. Ну, ясно, я понимаю вас. Так, ещё это сливаем. Здесь открываем ящик. О, кастрюля целая, нормально. Возможно, не стоит мне столько бинтов брать и этих. А прочность рюкзака почему не добавили на главный экран? То есть, могли бы ещё прочность рюкзака добавить? Но, видимо, решили, слишком много текста будет на экране. Так, здесь у нас, собственно, мусор один по большей части. Нитки, нормально, пойдёт. Так, здесь у нас что имеется? Всякие различные таблетки, бинты, спирт и прочее. Так, я вот это хотел бы взять, да. Так, второе отделение больницы. Так, ну, конечно, падение. Пяти тысяч миллиардов бандитов, от которых я фиг убегу. Хотя снайпер здесь находится не в очень для них приятном положении. Но он всё равно меня попадёт. Даже несмотря на то, что вот этот не дойдёт до меня, то снайпер попадёт в меня. Один, дальность перемещения. То есть, он вообще не сможет меня догнать. Ну, я не буду рисковать. Наверное, перезагружу всё-таки. Там чувак с гранатой просто... Может, мне, знаете, не выпендриваться и просто пойти на базу к себе отдыхать. Так, давайте мы докинем брёвен в костерок. И будем отдыхать. Давай до 4.30, как обычно. Меня вот интересует, а вот в снаряжении я нашёл рюкзак, да? Такой же, который я скрафтил, да? Он именно точно такой же. То есть, мне нет смысла теперь чинить этот рюкзак. Я просто его выкину, когда он сломается. И смогу одеть уже новый. Как-то так. Броню бы, конечно, подрихтовать не помешало. Ну, давай бомбой, окей. Не думаю, стоит это того или не стоит. Ну, ладно, возьму всё равно вещи. Да, я что-то не поел, не попил. Давайте сделаем так. И ещё чайку. Бахнем, так сказать, но попозже. Сюда-сюда. И сюда поехали. Последний домик осталось залутать. Вот чистая кастрюля, да? Но я ничего не нашёл здесь, по итогу. Так, и теперь мы двигаемся с вами по этой... Блин, тут городов не будет долго. Но мы скоро выйдем на дорогу. Так что нормально. Вот сейчас очень много бензина потратим на передвижение. Как вы задолбали уже! Хорошо, ладно. Ну, ладно. Такой вопрос, правильно ли мы с вами вообще двигаемся. Да, нам чисто наверх надо. А там реки же. А мы сможем эти реки как-то обойти? Вот эти вот. Да, мы сможем перейти через реку и направиться в мирную, если поедем вот посюда. Окей, меня в принципе устраивает. Всё, валим отсюда. Хотя бандиты сейчас будут по дороге на нас ещё нападать. Ну да, вот о чём я и говорил. Опять собачник? Грейзи собачник, короче. Нет, мне его не победить. Даже если я начну прямо сейчас на него стрелять и снайперки, у него урон гораздо больше. Вообще ко мне прикопались. Я, наверное, здесь через горы срежу, не хочу обходить. Опять же, через горы проходим. Нападение очередного собачника. Нет, на этот раз целая армада бандитов. Надо волка, кстати, подхилить, но попозже. Кстати, прикольно, если бы у волка была способность заметить приближающихся бандитов и избежать нападения. Допустим, убежать от них заранее. Так, я, наверное, в лесу побегу, потому что в лесу меньше вероятности. Возможности, что именно бандиты на тебя нападут. И мы доехали до Ленска с вами. Но сейчас опять будет нападение очередных бандитов в скором времени. Но у нас сейчас большой город. Мы почти с вами дошли до Мирного. Осталось буквально совсем чуть-чуть. Очень много бензина, правда, потратили. Ну как много? Мирный у нас уже где-то буквально вот здесь рядом находится. Давайте посмотрим по карте вообще. Да, буквально, буквально еще наверх чуть-чуть проехать, и мы будем в Мирном. Че это за город, кстати? Хандыга. И тут тоже портал. И здесь есть портал вообще на каком-то острове. Прикиньте, как можно попасть в какую задницу, используя эти порталы. Первый раз, кстати, порталы вижу, а их не было раньше. Так, че у меня по состоянию машины? Нормально вроде бы. Все, даже через горы то, что ехал, не особо сильно сказалось. Ну, конечно, сделал один шаг, сразу нападение. И опять же бандитов, которых я не смогу бежать. Хотя... На сколько ты ходишь? На два. Не страшно. Хотя он сможет в меня попасть. На нафиг. Минус один. Хорошо. Ну, конечно, тварь. Конечно, мразь. И это сейчас станет на выходе, да? Ну да, конечно. Кто бы сомневался. Рискнем. Отлично. Все, до свидания. Всего хорошего. Так, я хотел питомца покормить. Готово. Просто хотел покормить после первой успешно отраженной атаки на меня. Ну, радиация здесь невысокая, стоит отметить. Давайте чайку бахнем. Холодненького. Блин, зачем я здесь обыскивал? Здесь же ничего не было. Ну, ладно. Здесь у нас, собственно, есть трупы. И все. К папе ресурсики. Здесь у нас что есть? Здесь у нас закрыто. Но мы можем взорвать эту дверь, в принципе, в лабораторию. Попасть. И обыскать ее. Нашел все, кроме кислоты, по сути, самого важного. Так, я пойду, пожалуй, лагерь себе разобью здесь. Добыча дров. Давай 25. Через бензопилу пофигу уже. И еще хотелось бы... Потому что мы уже около мирного. Это что, это глупо? Ура, мы около мирного! Можно тратить бензин налево и направо! Ей! На самом деле нет, конечно, но... Мне просто лень использовать топор. Блин, я там много времени потеряю, и еще топор сломается. Так. Пить хочу. Ну, давай я заварю себе чаю, наверное. На будущее. И попью водички. И еще хотелось бы, наверное, захавать вот эту штуку. Да что же здесь все закрыто-то, а? Так, все нашел, что было, отлично. Сюда, 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 гильзы, эту штуку. Нужна ли мне вообще еще бумага? Да не, у меня, в принципе, ее достаточно. Пока не буду собирать. Так, собственно, здесь у нас есть тачка, которую мы уже можем, по сути, восстановить. Если найдем одну заглушку резиновую, ну, эту, прокладку. Да твою ж мать! Что ж здесь все закрыто? Все закрыто, все зарыто и так далее. Ну, конечно, чай-то не найдешь. Самое, что мне нужно сейчас. Так, сюда, сюда, сюда. Нападение. Три медведя. Но удачный драфт появился у нас, поэтому, в принципе, мы сбежим отсюда легко, непринужденно. Отлично выстрел, конечно, чувак. Так, и валим отсюда. До свидания. Гильзу свою собираем, и у нас следующее место, это, получается, верхняя часть поликлиники. Спирт берем. Бинты, я не знаю, я их уже, наверняка, набрал опять дофига, сколько мне не нужно. Можно даже выкинуть, наверное. Хотя, ну, ладно, пока не буду. Потом что-нибудь появится, буду выкидывать. Так, здесь можно идти, ну, да. 66% равно 0%. Чисто ради трупа обыскал этот домик. Забираем, собственно, лутецкий. Две военные базы находятся в упор друг к другу. Понимаю. Так, не нашел... Блин, а как сейчас находить вот эту изоленту и прочие штуки, которые и так очень редко спавнились? Сейчас они вообще нигде нету почти. Изоленту я находил всего лишь в одном доме, и как бы на этом все. Где мне ее находить дальше, я не представляю, на самом деле. На, получай. Я это специально сделал, чтобы ты не стрелял из своей винтовки, чувак. Так, ну ты издеваешься, реально. Он выстрелил в него просто так. Видимо, волка решил отступить, и он выстрелил в него, пока он хотел отступить. Так, ладно. Домик. Если я все взял, все взял. Ну, давай. Три трупа. Можно что-то интересное в них налутать. Ну, конечно. Тряпки, допустим, да? Радиация уже немножечко поднимается у нас. О! Видите, почему трупы стоит обыскивать? В них может реально полезные вещи лежать. Ладно, давай еще вот эту штуку обыщем. Да, да, радиация, я слышу. У меня чай есть. Мне пофигу. Так, сливаем топляк, забираем топляк. И мы можем начать обыскивать базу. То есть сегодня вообще не спать. Хотя, блин, у меня мало осталось этого. Энергии. Надо все-таки возврат... Ну, конечно, прямо на самом выходе. Так, а может я могу здесь как-то это... Блин, а собака-то по-любому до меня добегает. И чувак займет позицию на вышке и выстрелит меня из снайперки. Придется перезапускать. О, старая музыка вернулась. Офигенно. Кстати, лисички понижают радиацию. Серьезно? Прикольно. Вот это вот, да. Так, я хочу поспать. Может быть мне что-то принять, что мне восстановит... Дайте я чаю себе забахаю сразу. Чтобы меньше спать просто. Так, сколько я потратил голода? Весь голод, ну нифига себе. Может у меня какая-то болезнь или чё? Чё я так быстро голод трачу при сне? Очень странно. Давайте тогда просто бахну тушёночки. Ой, сгущёночки. Здесь всё залутано. Здесь тоже. Надо искать военную базу обыскивать. И, собственно, остальные города. Ой, дома. Пойдём, наверное, вот сюда. Так, мёд? Нет, не мёд. Окей. Конечно, сразу нападение. Буквально только вошёл в город. Ладно, тогда, если он в любом случае стреляет по балку, я не буду его двигать даже. До свидания. Сюда, 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 сюда. Гвозди пока брать не буду. Давай ломиком взломаем эту дверку. Обыскивай. Да ты вы задрали уже. Ну, сколько тут закрытых мест-то будет вообще? О, соль нашёл. Зашибись. Это сюда идёт. Дальше у нас ресторан получается. Может быть, в нём чё-то полезное будет. Ну, я сомневаюсь, на самом деле. Но вдруг. Да, смотрите. Чай, колы, водки, варенье. Блин, дофига всего. И ещё и кастрюля целая. Вообще офигенно. Это стоило этого определённо. Так, сюда, сюда. Надо бухнуть водичкой сейчас. Ну, да, конечно. Кто бы сомневался, бандиты? Кто бы сомневался? Могу получить один выстрел, но при этом смотаться. А, лошара, лох, лох, лох. Отлично. Изи. Повезло. Повезло, конечно. Так, сюда давай посмотрим. Бензиноч. Да, 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 да. Так, здесь ещё лутаем тоже бензиноч. Здесь ещё пару домов сейчас залутаем и выдвинемся спать с вами. Что это за грохот на улице? Ну, офигенно. У меня сейчас звуки, у меня закрыто окно полностью. Я не знаю, откуда этот грохот там. Просто полная жесть, конечно, ну ладно. Да полностью закрыто окно, ну откуда такой сильный грохот-то, блин, через полностью закрытое окно? Так, можно мне вернуться на базу, пожалуйста? Ну, конечно, падение. С четырьмя гранатомётчиками. Почему бы нет? Можно я отступлю? Так, можно я убегу из города? Спасибо большое, блин. Давайте разведём костёр, как обычно. Ибо спать надо уже, скоро совсем. И я бы хотел здесь даже разложить палатку. Блин, я забуду о ней. Не, я не буду расходить палатку, потому что я сейчас буду уже заканчивать серию, и я просто забуду об этой палатке. Блин, и спать охота на самом деле. Может рискнуть и что-нибудь на энергию восстановить? Взять. Хотя я могу чаю попить, тоже вариант. Бахну чаю и могу ещё, допустим, съесть последние овощные консервы. Не, они не дадут мне энергии. Но я могу энергию восстановить с помощью, вот допустим, этого. А, я же колы могу просто попить. Могу попить колы и бахнуть себе каши, допустим. Каши и, допустим, я не знаю, что ещё можно захавать. Допустим, вот так. В принципе, пойдёт. Ложимся спать, спим до шести, вот так уже более-менее. А то до восьми, до десяти это слишком рано вставать. Ой, слишком поздно. Да вы задрали, ну серьёзно. Так, короче, мне мешает. Тут, в принципе, у меня телефон уже разрядился. Поэтому на этом я пока что буду заканчивать. Долутаем вторую половину города, даже большую, я бы сказал, половину города уже в следующей серии. И выдвинемся в мирный. Вполне возможно, что в следующей серии мы уже дойдём до мирного. Нам осталось всем чуть-чуть. То есть он где-то вот тут, вот где-то вот здесь. Возможно, он уже вот здесь стоит. Возможно, он где-то здесь стоит. Может быть, он где-то чуть повыше находится. Но так или иначе, осталось до него совсем чуток. Но мне кажется, он вот здесь. Просто мне так кажется. А на этом я буду заканчивать. Огромное спасибо вам за просмотр. С вами был Ник. Что там на улице происходит? Я не понимаю, что даже через полностью закрытое, закупоренное окно слышно, блин, такой грохот, что вы, наверное, его тоже слышите. Ладно, на этом всё. С вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. И мы ещё увидимся. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...